Коллеги, добрый день. Мы с вами продолжаем наши вебинары от компании Директ Медиа. И сегодня я хочу предоставить слово Юрию Викторовичу Чеховичу, исполнительному директору компании Антиплагиат и, наверное, ведущему российскому специалисту в области детектирования плагиата. После его выступления выступит также Константин Николаевич Костюм, руководитель компании Директ Медиа. И вот так вот сегодняшний наш вебинар будет состоять из двух частей. Я тогда предоставляю слово Юрию Викторовичу и ухожу из эфира. Спасибо за внимание. До свидания. Юрий Викторович, вам слово. Добрый день. Юрий Викторович, скажите пару слов. Да, добрый день. Слышно ли меня? Да, вот теперь слышно. Да. Спасибо большое. Добрый день еще раз. Рад всех приветствовать. Буквально несколько годных слов о том, что мы вообще обсуждаем. Я думаю, что ни для кого не секрет, что с 1 января 2016 года вступил в действие приказ 636 о... Сейчас еще раз сообщение, есть ли звукоизображение. Сейчас, одну секунду. Так. Все... Ну, очень громко. Сейчас, одну секунду, попробую уменьшить звук. Настроиться. Буквально, одну секунду, чуть-чуть звук. Вот так стало лучше? Павел Юрьевич, я смотрю, что некоторые коллеги жалуются на отсутствие изображения. Все-таки, но у кого-то есть, у кого-то нет. Все-таки, но у кого-то есть, у кого-то нет. Коллеги, а у меня... Вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если слышите, и два плюсика, если слышите и видите. Коллеги, если хотя бы один человек с той стороны видит нормально, значит у нас и на сервере все нормально. Пожалуйста, смотрите, что с вашей стороны происходит. Давайте мы все-таки пойдем дальше, потому что это, в общем, вебинар всякое может быть. Вот я вижу хорошо Юрия Викторовича, и вижу, и слышу прекрасно. Юрий, скажите, пожалуйста, еще пару слов. Да, конечно, я сейчас выключил микрофон, а меня кто-то видит, изображение есть, изображение и звук. Да, я вижу, и вижу, и слышу нормально. Хорошо, тогда продолжим. Презентация будет... Презентация будет... Идем дальше. Итак, 636 приказ поставил ВУЗы в новую для них ситуацию. Ситуацию того, когда появилась обязанность проверять выпускные квалификационные работы на заимствование и размещать эти работы в электронной библиотечной системе организации. Естественно, что, может быть, скажем так, может быть не естественно, но достаточно привычно для всех нас в этой ситуации оказались непроработанными конкретные требования к тому, что и как нужно делать. Нет требования к системам обнаружения заимствования, не требования к тому, что считать электронной библиотечной системой организации, что соответствует этим критериям, что нет. В этой ситуации фактически возникла необходимость предлагать, пробовать и каким-то образом тестировать решение для выполнения требований этого приказа. Компания «Антиплагиат» занимается обнаружением заимствования с 2005 года. В каком-то смысле сам факт возникновения приказа 636 является результатом, можно так скромно говорить, в том числе и наших усилий. Проблема была замечена нашими руководящими организациями, проблема была осознанна и проблему как-то пытаются решить. Собственно, сегодня мы расскажем о совместной попытке компании «Антиплагиат» и компании «Директ-Медиа» предложить комплекс решений для удовлетворения требований приказа 636. Я хотел бы предоставить слово Ольге Сергеевне Белинты, методологу компании «Антиплагиат» для рассказа о нашем решении по проверке выпускных квалификационных работ на заимствование. Добрый день, уважаемые участники! Я расскажу вам о той схеме, которую мы реализовали в нашей новой версии, версии программы «Антиплагиат ВУЗ». Эта схема позволяет очень удобно взаимодействовать преподавателям и студентам, экономить время преподавателя на таких рутинных функциях, как загрузка ВКР и сбор и загрузка студенческих работ. Напомню для тех, кто может быть не в курсе, что в системе «Антиплагиат ВУЗ» при создании учетной записи каждому пользователю присваивается определенная роль. И роли отличаются по функционалу и своим возможностям. Вы сейчас видите эти роли на слайде. Это администратор, пользователь, преподаватель и студент. Ну, не случайно мы сегодня преподаватели выделили более ярким цветом, чтобы сделать акцент именно на этой роли. И сейчас мы на данной схеме видим, как выстроено взаимодействие между преподавателем и студентом. У преподавателя есть возможность создавать для студента курсы и задания и приглашать студентов к выполнению заданий, то есть к загрузке работ. Соответственно, у студента есть возможность загружать работы по приглашению преподавателя. Этот процесс автоматизирован, преподаватель уже ни времени, ни силы на это не тратит. Далее преподавателю остается только поработать с отчетом о проверке, который формирует система «Антиплагиат ВУЗ». И либо выставить оценку, либо, возможно, отправить работу на доработку, если это необходимо. При этом, так, есть только звук. Напишите, пожалуйста, видно ли сейчас слайды. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вам видно слайды. Нет, нет, нет. Так, у кого-то видно, у кого-то нет. Нет ничего. Нет. Ну вот, есть рекомендация попробовать перезайти еще раз, потому что... Так, уважаемые участники, значит, в идеале должно быть видео с ведущим, то есть со мной, и слайды. Ну, так, я думаю, что видео же у нас будет доступно, да, если у кого-то какие-то сейчас неполадки. Так, тогда я продолжаю. Соответственно, студент в своем личном кабинете будет видеть эти результаты, будет видеть комментарии преподавателя, при необходимости сможет работу доработать и загрузить ее на проверку еще раз. То есть вот здесь вот цикл у нас может повторяться. После чего происходит индексация последней версии студенческой работы уже со всеми доработками, со всеми исправлениями. И происходит автоматическая публикация работы в электронной библиотечной системе организации. Ну, это внутренний ресурс системы антиплагиат, откуда потом можно все работы в заархивированном виде выгрузить и поместить в ОБС. Да, вот то, о чем говорил Юрий Викторович. Давайте мы рассмотрим подробнее данные возможности и начнем с создания заданий. Так, сейчас я минуточку пробую подключить видео. Видео у нас, к сожалению, не запускается. Так, сейчас, секундочку. Еще раз. Так. Видео нет. Так, ну, я прошу прощения, видео почему-то у нас не подключается. Так, сейчас сниму. Так. Презентация тоже теперь у нас не отображается. Что ж такое? Продолжение следует... Продолжение следует... Я прошу прощения за технически возникшие неповадки. К сожалению, видео загрузить не удалось. Скажите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чате плюс, если видно и слышно. Так. Совсем ничего нет. Давайте попробуем обновить страницу. Продолжение следует... Так. Так, последняя попытка сейчас. Коллеги, замечание для ведущего. Значит, видео только что загружено. Четыре файла. Посмотрите, они появились в ресурсах. Курсы и задания, отчет, оценка и четвертый пользователь. Вот последние два, они пока преобразуются системой, а первые два можно показывать. Ну вот я пытаюсь показывать. Давайте я запущу. Какое вы хотите сейчас? Курсы и задания. Давайте я запущу. Вот оно пошло. Итак, мы с вами находимся... Спасибо. Мы с вами находимся в кабинете пользователя. Видим все созданные преподавателем курсы и задания. Если кликнем по фамилии студента, то видим загруженный текст работы. И также видим результаты проверки. Видим, что вот израсходована одна попытка. Видим в процентах процент оригинальности и процент заимствования и цитирования. Можем при необходимости перейти в отчет. Ну вот здесь видим, что уже проставлена оценка 5 данному студенту. А вот нижняя работа. Видим, что отправлена на доработку. Ну, если посмотрим на процент заимствования, видим, что очень высокий процент заимствования. Возможно, это послужило причиной. Давайте посмотрим, как создаются курсы и задания. Для этого перейдем в раздел управления курсами. И вот здесь мы видим все созданные преподавателем курсы. Что такое курс? Это та дисциплина, тот курс лекции, который вы читаете. Ну, например, давайте зайдем в курс «Бухгалтерский учет». Мы видим, что указана дата создания и дата завершения, сколько было создано заданий. Вот это активный курс. При необходимости можем его отредактировать, либо отправить в архив. Вот, например, нижний, да, уже у нас в архиве. Также можем приглашать студентов и можем удалить. Ну, удалить только, если не было туда загружено работы. Давайте зайдем внутрь курса «Бухгалтерский учет». Видим, что здесь созданы уже два задания. Это задания для двух разных студенческих групп. Очень удобно, потому что работы сразу попадают в нужную папочку. По каждому заданию сформирован уникальный код, сообщив который студентам, студенты получают возможность загружать свои работы. И также указана дата сдачи работы и дата завершения задания, после чего уже работы загружать в задание будет невозможно. Вот они перед нами. Давайте посмотрим сейчас... Так, у меня такое впечатление, что... Ага, все, пошли. Давайте сейчас посмотрим, каким образом можно создавать новые курсы, новые задания. Вот мы видим здесь возможные действия. Как я уже сказала, да, можем приглашать студентов и удалять. Вернемся на один уровень вверх и создадим новый курс. Для этого используем команду «Создать». Ну, назовем, например, этот курс «Трудовое право». Можно по желанию добавить описание курса, но это не обязательно. И проставить дату завершения. В выпадающий календарь очень удобно. Выставляем дату завершения. Также можно по желанию присвоить теги. Ну, поскольку у нас курс «Трудовое право», можно выбрать, скажем, «Кафедр трудового права» ну и «Юридический факультет». Присвоили теги, нажимаем «Создать». И вот у нас появился новый курс. Теперь внутри этого курса мы можем создать задания, предназначенные уже для загрузки студенческих работ. Давайте это проделаем. Также используем команду «Создать». Создадим, например, задание ВКР. При этом можно добавить информацию о задании. Можно также присвоить теги. Задать дату сдачи работы и дату завершения задания. Пусть будет у нас 1 апреля. И дата завершения задания, например, 31 мая. Также можно выбрать шкалу оценок. Пятибальная, зачет, незачет. При необходимости можно другие шкалы также использовать. Скажем, стубальные сейчас популярны во многих вузах. Ограничим количество попыток сдачи работы. И можем регулировать доступ студента к отчету. Да, я хочу, чтобы был доступен краткий отчет. Также здесь можно настроить уведомления для преподавателя о поступлении новых работ. Можно даже выбрать день недели, если есть желание. Ну, я хочу при поступлении работы. Также по умолчанию здесь стоит галочка «Разместить в ВСО». Ну, если такой необходимости нет, можем эту галочку снять. И выбираем укрупненную группу специальностей. В данном случае это будут у нас социальные навыки. Все. Нажимаем кнопку «Создать». И у нас появляется новое задание. Вот оно. ВКМ. Также сформирован код задания, сообщив который студентам, вы им открываете возможность загружать работы. Либо другой вариант – это пригласить студентов по почте с помощью кнопки «Пригласить студентов». У нас открывается специальное окно, в которое мы вводим e-mail через разделитель строки. И приглашение отправляется студентам на почту. Вот. Ну, также можно пригласить из другого задания, если ранее мы уже студентов приглашали. Нажимаем «Пригласить студентов». Приглашение отправлено семи студентам. Итак, мы рассмотрели создание заданий и приглашение студентов. После этого студент получает возможность загружать свою работу. Загружать работы можно практически во всех самых распространенных текстовых форматах. И у студента теперь есть свой личный кабинет. Он видит там все доступные ему задания, в которые он был приглашен. Используя кнопку «Загрузить задание», он может загрузить файл со своей работой. Либо, если преподаватель его еще не приглашал, а сообщил ему код уникальный, который мы с вами видели, то может использовать кнопку «Загрузить по коду задания». И файл у нас успешно загружается. Часто здесь возникает вопрос, не закончится ли у ВУЗа проверки, если дать студентам такую возможность загружать работы самостоятельно. Хороший вопрос, нет, не закончится. Почему? Потому что, во-первых, у студента ограничено количество, да, то есть он не может сам по собственной инициативе загружать что-либо на проверку. Он может загружать только по приглашению преподавателя, либо если он знает уникальный код. Без этого загрузить у него, к счастью, ничего не получится. И количество загрузок ограничено одним файлом. Одно задание, один файл. Мы с вами также настроили, ограничили количество попыток. То есть даже если преподаватель отправит работу на доработку, то все равно, там, мы настроили три попытки, значит, больше трех попыток у студента не будет. Вот, если даже какой-то посторонний, предположим, такую страшную ситуацию, какой-то посторонний студент каким-то образом узнал уникальный код данного задания, попытался что-то загрузить на проверку, то у нас есть на этот случай, предусмотрен такой механизм защиты. Преподаватель должен будет сначала подтвердить личность, да, что это действительно мой студент, и только потом работа уйдет на проверку. Так что здесь можно не беспокоиться. Что происходит дальше? Дальше преподаватель работает с отчетом о проверке. Давайте мы также посмотрим, как это реализовано в системе. Так, надеюсь, что сейчас у нас все будет работать. Так, у меня опять вот сообщение, что возникли проблемы при подключении к сервису. Какой ролик надо запустить? Вы немножко не так запускаете, скажите, пожалуйста. Не так запускаю. Ролик отчет. Ну, сейчас. Так, вот мы с вами сейчас в полном отчете. Отчет представляет из себя текст студенческой работы, ну или документ от того, который вы проверяете, в котором цветом выделены обнаруженные заимствования. Вот таким оранжевым цветом заимствования и вот таким зеленым цветом выделены цитаты. Внизу расположен список обнаруженных источников. Вот мы видим процент заимствования по каждому источнику. Название обнаруженного источника. Выделены они также цветом, как вы видите, да? Информация по источнику, ссылка, можно перейти на источник, дата, когда источник был проиндексирован и тот модуль поиска, в котором он был обнаружен. Ну, при необходимости для удобства можно свернуть либо развернуть. Вот, также указаны проценты заимствования, цитирования и оригинальности. И есть возможность навигации, то есть наверху справа есть кнопки пейджинга. Можно пролистывать, либо перейти на нужную страницу отчета. Также очень удобно можно с помощью вот кнопок вперед-назад передвигаться, переходить к каждому следующему заимствованию. И вот оно у нас подсвечивается сейчас желтым цветом. Таким же образом можно двигаться по блоку цитирования, либо по выключенным блокам. Про выключенные блоки чуть позже. Помимо того, что мы можем отчет просматривать, есть возможность его редактировать. Например, можно отключить по вашему усмотрению некоторые источники. Снимаем просто галочки. Например, в ситуации самоцитирования. Нажимаем кнопку пересчитать. И что у нас происходит? У нас происходит пересчет, уже без учета этих источников. То есть они у нас стали серыми. И обратите внимание, что процент изменился. Процент заимствования уменьшился. Процент оригинальности увеличился. Если есть необходимость посмотреть, что конкретно было заимствовано. Вот, например, я вижу данный стихотворный фрагмент. Источник номер 5. Мы можем перейти в отчет по данному конкретному источнику. То есть видим сейчас только тот текст, который был из этого источника заимствован. Можем перейти на сайт источника, если нужно. И если мы пролистаем, то мы видим, что это только стихотворные фрагменты. То есть явно речь идет о цитировании. Что мы можем сделать? В данной ситуации мы можем поменять тип источника. У нас сейчас он... Давайте вернемся назад в отчет. У нас сейчас этот источник помечен как заимствование. Мы можем его превратить в цитирование. Для этого мы просто в списке источников кликаем по данному источнику и выбираем пометить как корректное заимствование. И нажимаем пересчитать. И мы видим, что источник стал зеленого цвета. Произошел пересчет цитирования. И, соответственно, в тексте все фрагменты тоже теперь помечены у нас как цитаты. Также, помимо того, что можно отключать источник целиком, можно отключить отдельные блоки, отдельные фрагменты. Вот, например, ссылка на некий электронный ресурс. Мы можем выбрать «Отключить». И мы видим, что у нас этот фрагмент, этот блок стал серым. То есть больше он у нас при подсчете процента заимствования не учитывается. Таким образом, у преподавателей у нас есть возможность вот такой экспертной работы с отчетом, более тонкие возможности корректировки. И после того, как с отчетом поработали, да, вот часто задают такой вопрос, зачем вообще открывать отчет? Недостаточно ли посмотреть просто процент оригинальности и принять решение? Но вы знаете, что хитрые студенты, они идут на всяческие изобретения и ухищрения, да, чтобы как-то повысить процент оригинальности работы. Хочу маленький пример тоже показать. Вот вроде бы текст, который не вызывает никаких подозрений, если мы посмотрим его в Word или в распечатанном виде. И достаточно высокий при этом процент оригинальности, свыше 78%. Но если мы откроем отчет, я не знаю, насколько сейчас видно, если присмотреться, то видно, что в тексте работы присутствует посторонний текст. В данном случае повторяется слово «клобаса-клобаса». Это реально совершенно история, рассказанная нам в одном из вузов, когда вот студент пытался таким образом повысить оригинальность своей работы по педагогике. Вот. То есть увидеть, обнаружить вот этот скрытый в данном случае текст можно, если вы отчет все-таки откроете, да, тогда вот эта попытка, она будет обнаружена вами. В каких случаях редактировать отчет? Ну, вот мы с вами уже видели работу с отчетом, да, поэтому можно сделать какие-то выводы, именно когда есть самоцитирование, именно когда вы хотите поменять, вы как эксперт считаете, да, что это не заимствование, а корректная цитата, вы можете все эти моменты тоже учесть. Это часто бывает, например, когда студенты используют готовую методику авторскую для своих каких-то исследований, либо если это список литературы, либо если это цитаты из законов, из правовых актов, да, все эти случаи можно скорректировать. Важный момент хочу здесь отметить. Если ваш ВОЗ подключен, является клиентом ЭБС, то у вас есть возможность из отчета перейти непосредственно в полнотекстовый вариант источника. Вот, в данном случае мы из отчета перешли в текст вот некого учебного пособия, да, как раз в ЭБС, здесь, по-моему, у нас университетская библиотека онлайн как раз. Ну и, поработав с отчетом, преподаватель принимает решение, оценивает работу, выставляет оценку, либо отправляет работу на доработку при необходимости. Как видит студент? Студент, как я уже упоминала, он в своем личном кабинете видит оценку, в данном случае он видит сообщение, что работа отправлена на доработку. Также он видит комментарии преподавателя, если преподаватель его оставил, и видит результаты в процентах. Мы с вами настроили доступ к краткому отчету, поэтому студент также по ссылочке сможет перейти к краткому отчету, посмотреть свои результаты. Вот, ну, другой же комментарий. Видимо, студент поработал и свою работу отшлифовал. После того, как все доработки внесены, работа будет автоматически проиндексирована. Произойдет это после уже завершения задания, то есть работы все будут в равных условиях. Они будут проиндексированы, что это значит? Они попадут в собственную коллекцию вуза, и в дальнейшем также по этим работам будут осуществляться проверки на заимствование. Это исключает ту ситуацию, когда студенты через год пытаются сдать работу своих предшественников, выдать их за свои. То есть эти случаи, они исключаются. И также, если мы поставили галочку на публикации ВБСО, то происходит размещение работы в электронной библиотечной системе организации, но подчеркну, это внутренняя такая структура, именно внутри платформы антиплагиат. Два слова тоже об этом скажу. Можно перейти из меню, перейти в ВБСО, и всем пользователям вуза, зарегистрированным, авторизованным пользователям, кроме студента, доступны будут тексты работ, и доступны будут ссылки на отчет о проверке. То есть это такая прозрачность, которая тоже защищает от каких-то некорректных использований, от каких-то злоупотреблений. Потом есть возможность, после того, как все работы загружены, можно их скачать в заархивированном виде и разместить уже на платформе ВБСО, где, конечно, более удобные возможности именно для хранения и поиска работ. Таким образом, мы рассмотрели вот эту вот всю схему взаимодействия преподаватель-студент, которая была реализована в нашей новой версии. И хочу сделать определенные выводы. Прежде всего, мы стремились к тому, чтобы сэкономить время и снизить трудозатраты преподавателя. Мы стремились сделать более удобную двустороннюю коммуникацию преподаватель-студент, исключить какое-то нецелевое расходование проверок, потому что, к сожалению, такие тоже бывают случаи. Ну и, конечно, обеспечить соответствие ВУЗа требованиям Миноборнауки, требованиям 636-го приказа. Если есть какие-то вопросы, то с удовольствием готовы ответить. Давайте сейчас я ненадолго выключусь. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я думаю, вопросы можно будет в конце семинара озвучить, чтобы не было у нас остановки. Я эстафету перенимаю. К сожалению, вот сегодня у нас технические неполадки наблюдались. Но, надеюсь, те, кто остался с нами, это как раз те, у кого все работает хорошо. Так, ну вот я вижу, что у меня тоже загружается моя презентация. Вот я практически очень коротко обобщу вот то, о чем говорилось сегодня, чему посвящен наш вебинар. То есть интеграции, проверки на плагиат и ЭБС. И уже, так сказать, изложу видение с нашей точки зрения. Ну, скажите, пожалуйста, если у кого-то менее не слышно и не видно презентации, напишите минус, чтобы я видел. Я так понимаю, у всех более-менее работает. Но на нашей стороне обычно все в порядке бывает. Ну что ж, вы, наверное, слышали, что и вот у нас есть особое решение, детектор плагиата. Раньше это вообще под этим подразумевалось, некая программа на проверке, на проверку на плагиат. Но сегодня мы немножко другое решение этим словом обозначили. Это комплексное решение, объединяющее ЭБС и сервисы проверки на плагиат. А в качестве основы, то есть программы, которые проверяет ВКР, мы используем все ведущие сервисы сегодня на нашем рынке. Это и антиплагиат, и ру-контекст. И предоставляем еще отдельную такую функцию сервис самопроверки, о которой я скажу. Ну, как работает вот та модель, которую мы мыслили, как интегрированная проверка и выкладка. Она происходит внутри нашей ЭБС. Для этого требуется только загрузить работу в ЭБС, совершить проверку с помощью вот того сервиса, на который вы подписаны, или наши собственные. И увидеть сразу отчет. Это будет краткий отчет, а для детального нужно будет переходить на сам сервис, антиплагиат, например. Но полностью модель, как мы ее планировали, сегодня не реализована. По сути, вы вот по этой схеме можете проверить только по источникам ЭБС университетской библиотеки онлайн. То есть не по всему интернет, не по отдельным базам данных, а только внутри нас. Поэтому существует более простая вообще формат, это называется самопроверка, когда студент или преподаватель может бесплатно проверить свою работу для себя по нашей базе ЭБС. Ну, в целом, результаты ЭБС как источники довольно внушительные. Сегодня эти цифры не прозвучали почему-то, а вообще антиплагиат демонстрировал показатели, какой процент находится по источникам ЭБС. И, в общем, это довольно внушительный наравне с такими источниками, как и library и другие базы данных. Но в итоге вот такой модели интеграции полной, бесшовной, как мы называем, на сегодня нет. А существует ситуация, которая в самом начале воспроизвелась вместе с приказом 636, когда приходится делать два дела и использовать два ресурса. И, конечно, это утяжеляет работу, информационно-образовательную среду, вообще это усложняет все процессы. Что это подразумевается? Что нужно сначала выложить в ВКР сервисы к проверке плагиата, пройти все циклы, а потом уже разместить ВКР в депозитории или ЭБС вуза. И, конечно, если это все делать качественно, добротно, то это представляет собой внушительные затраты. Я слышал на одной из презентаций Политехнического университета Санкт-Петербургского оценка, на эти работы бывает около полутора тысяч человек в часов. Это, по сути дела, один человек, работающий целый год, понемножку над этим сервисом. Конечно, вы видели, что можно разместить прямо там же в антиплагиат ЭПСО. Но это, так скажем, система, которая не специализирована на этом, и от этого вы не получаете дополнительных каких-то бонусов. Когда вы размещаете в ЭБС, все-таки вы получаете полноценную публикацию. Поэтому мы вышли на второй заход, так сказать, концепции единого окна, где все-таки реализуется вот эта идеальная модель. Когда студент выкладывает работу в одном месте, работа проверяется на плагиат и в конце концов принимается. И третьим шагом работа размещается в ЭБС ВУЗа. Если такую модель реализовать, то мы и достигнем экономии ресурсов, и само качество базы данных ВКР ВУЗа будет на совершенно новом уровне. Сегодня уже предпосылка этого единого решения, что можно получить, во всяком случае, подписку в одном окне. И Директ Медиа является агентом компании антиплагиат, то есть можно договор на ЭБС оформить вместе с договором на проверку плагиат. И наоборот, у антиплагиата можно точно так же оформить договор на подписку на ЭБС. Ну и вы знаете, что и у антиплагиата, и РУКонтекст предоставляет на сегодня бесплатный функционал проверки по ЭБС. По базам данных ЭБС. Вот. И так вот, если у нас получится наша новая перезагрузка и модель интеграции, то выглядеть это будет так. Работа загружаться на этот раз будет уже первоначально не в ЭБС, а в самом антиплагиате. И потом уже попадать в ЭБС. Вот третий шага здесь изображены, то есть работу вы загружаете, как вам только что описывали коллеги, она загружается и проверяется. Но вместе с этим вы ставите свою волю, галочку, чтобы эта работа была загружена, скажем, в ЭБС, университетская библиотека онлайн. Заполняете некоторые поля существенные. Работа перемещается в нашу ЭБС и уже в нашу ЭБС студент, преподаватель заходит в свой личный кабинет и получает информацию о приемке работы, делают необходимые действия там для доработки, получает сертификат о публикации. Таким образом, то, что предлагаем мы, как пространство размещения ВКР, ВБС, реализуется в двух моделях. Первая модель – это закрытая база ВКР ВУЗа, когда ВУЗ передает работы пакетно или загружает их самостоятельно через антиплагиат или напрямую. Ну, обычно большинство идут по этому пути. ВУЗ получает базу данных ВКР, но несет дополнительные расходы. Наша ноу-хау заложена еще и во второй модели, когда ВКР размещается самостоятельно студентами. Или через антиплагиат или через нас. Студенты сами, своими руками размещают работы в интегрированной этой системе. После помещения ВБС студент получает сертификат о публикации ВКР, где уже отмечено, что работа прошла проверку, и она является полноценной публикацией. С этим сертификатом он может приходить смело на защиту диссертации. При этом ВУЗ не несет никаких расходов. Это осуществляется силами студента и нашей с ними работой. Есть еще и третий выход из этого, когда если ВУЗ идет по первому пути, создает закрытую базу. Тем не менее, многие студенты имеют право размещать свои работы и они будут участвовать уже на платформе ВБС. Плюс того вообще, что ВКР именно помещается и оказывается в ВБС, то что ВКР при этом сразу становится публичной научной работой, то есть научной публикацией. Совершенно меняется ее статус. Я думаю, что следил за нашими презентациями и вебинарами, мы подробно разъясняли, в чем это качественное отличие заключается. Мы работаем как с полноценной публикацией. Разумеется, для студентов, у которых есть амбиции, какая-то карьера, это гораздо интереснее. В частности, каждый ВКР мы присваиваем, с нового года будем присваивать свой номер дои. Соответственно, эта работа размещается в открытом доступе, он всегда ее может показать, может разместить в портфолио и так далее. Это пример сертификата, который он может продемонстрировать. Это уже не просто ВКР, а его научная публикация. Вот так это выглядит в его кабинете. В закладке «Мои публикации» все свои работы концентрируются в конечном счете там. И как вы видите, тут включены дополнительные данные, метаописания, аннотации, чтобы было удобно навигации. Ну, то есть, как происходит с любой книгой и изданием в электронной библиотечной системе. Ну, и, собственно, из этого вытекает основной бонус работы с нами, работы с ЭБС. Это ЭБС как школа авторской публикации. Мы здесь ведем очень большую работу. По сути дела, мы создаем инфраструктуру студенческой науки. Это платформа для научной публикации. Это поддержка и обучение искусству научной публикации студентов. Это соединение процессов и мест исследований и процессов публикации. То есть, всегда можно получить обратную связь студенту, чтобы другие почитали, какие-то вопросы задали, уточнения, улучшения до момента официальной публикации. Вот здесь, опять-таки, реализация шагов, которые фиксируют статус научной публикации для УЗА. Это уже не какие-то там ее стадии, а действительно, уже от нас ВУЗ получает удостоверение, что это полноценная выпускная квалификационная работа. Ну, и, наконец, все это выливается все-таки в систему мотивации, поощряющей научные таланты. Если вы ВКР куда-то складываете в закрытую базу данных, будь это ЭПСО или даже ваш внутренний депозитарий, ну, она, дальше это никуда не идет, да, ничего не происходит. Стоило тогда вообще собирать эти ВКР и все это, все эти мучения проходить. Ну, не знаю, на мой взгляд, смысл вся эта история имеет, только если действительно превращать базу данных студенческих работ в некий продукт, в некое публичное такое, переносить в публичное пространство. Разумеется, это очень мотивирует и повышает ответственность. Ну, и вот всю эту работу мы проводим, в том числе проводим и обучающие вебинары для студентов, учим их публиковаться. Ну, а вершина этой работы – это конкурс на лучшую дипломную работу года «Бифёст». В прошлом году мы первый раз ее провели совместно с журналом «Университетская книга». Это имело высокий резонанс и был очень интересный и для УЗов, и для самих студентов. В 2017 году мы этот конкурс повторим, и вот сейчас я официально объявляю, что к организаторам конкурса присоединяется и компания «Антиплагиат», которая сегодня делала вебинар. И если мы отвечали за гуманитарные направления, то «Антиплагиат» отвечает за естественные научные направления и точно так же спонсирует на призы все, что здесь полагается. Вот, собственно, вот это то, что я хотел сказать об интеграции «ЭБС» и «Антиплагиата» с нашей стороны, с обратной стороны ЭБС. И думаю, что замысел нашего вебинара, чтобы вот этот комплекс «Единый» был освещен со стороны проверки на «Антиплагиат» в первой части, со стороны ЭБС, в которой эта работа, в конце концов, должна очутиться. Думаю, что этот замысел наш, несмотря на все наши технические проблемы, удался. Ну, а теперь думаю, что мы можем ответить на вопросы. Вот, если у вас будут вопросы к «Антиплагиату», их задавайте. Я сейчас отвечу на вопросы по ЭБС и коллеги еще подключатся и, может быть, что-то скажут, что они хотели по «Антиплагиату». Так, правильно ли мы понимаем, что концепция «Единого окна» недоступна пользователям «Ру-контекста»? Ну, вот сегодня в той ограниченной версии «Ру-контекста» доступен, то есть в «Ру-контексте» можно проверить по нашей ЭБС. Ну, а ту систему, которую я сегодня вкратце рассказал, мы планируем запустить со следующего семестра в феврале, вместе с «Антиплагиатом», если будет все в порядке. Вот, но пока мы это реализуем только с «Антиплагиатом». Если это все получится, я думаю, не будет у нас проблем, чтобы интегрировать то же самое и с «Ру-контекста». Повторите, пожалуйста, куда и как загрузить работу. Ну, еще раз повторяю, вот на сегодня, если вы работаете с ЭБС, вы можете загрузить у нас и проверить, так сказать, ограниченно, да, но это неполноценно. А вот в новой модели вы будете загружать в «Антиплагиате» работа, и она уже будет плавно переезжать, перемещаться в нашу ЭБС. Вопрос. Что происходит с ВКР, опубликованными в ЭБС, после выпуска их вуза и удаления их аккаунта? Так, насколько я понял, вопрос о тех работах студентов, которые потом выпустились, да, и уже, собственно, не числятся. Ну, эти ВКР, я вообще сказал, они публикуются по открытой лицензии, то есть они запускаются в полное публичное пространство, и они, разумеется, остаются в этом и в ЭБС, и теперь уже навсегда, пока автор не решит ее, скажем, отозвать, она находится в этом публичном пространстве, в том числе и ЭБС. Здесь уже не будет зависеть от подписки наших, от оплаты, это навсегда. Ну, и, соответственно, ВУЗ тоже всегда может свою базу выгрузить и оставить ее у себя, запретить доступ к ней. Все права правообладателя сохраняются. Вот, ну что ж, надеюсь, на все вопросы я именно ответил. Вот, я вот вижу, нет вопросов, обращенных к антиплагиату. Может, все-таки они возникнут? Вот, если их не будет, вот, коллеги, наверное, меня слышат из антиплагиата, какое-то завершающее слово, да, да, вот. Я прощаюсь, я прощаюсь, извиняюсь. Я же приношу наши извинения за качество видео и звука. Ну, надеюсь, что, по крайней мере, в записи будет возможность ознакомиться с материалами вебинара. Коллеги, есть ли какие-то вопросы по презентации антиплагиата? Сейчас, одну секунду. Можно ли будет получать общий отчет на процент оригинальности всех загруженных работ по ВУЗу за год? Да, можно. Я надеюсь, что у нас это будет уже примерно с весны. То есть, мы такого рода отчетность строим, чтобы была возможность именно по ВУЗу. Но есть возможность сейчас, она немножко неочевидна. Здесь возможности построения отчета по тегу. То есть, можно собрать по тем или иным тегам, например, теги за год и по ним построить отчет. Вопрос, насколько эффективна система антиплагиат для технических дисциплин? Ну, вы знаете, может быть, я немножко так странно отвечу, но я знаю, что регулярно, по крайней мере, в ВАКе диссертации именно по специальности 0.5 снимаются из-за обнаружения заимствований. Поэтому эффективность такую полную сложно мерить, потому что мы не знаем, сколько всего идет работ, ну, скажем так, с серьезными элементами заимствований. Но, тем не менее, раз что-то обнаруживается, причем на достаточно серьезном уровне, значит, все-таки система эффективна. Как показать статистику использования ФБС в антиплагиате? Я думаю, что вот... Константин Николаевич. Я думаю, что, наверное, сейчас пока вопрос еще не проработан, если я правильно этот вопрос понимаю. А, можно показать статистику использования ФБС в антиплагиате? Я думаю, что можно этот вопрос обсуждать. То есть, надо понимать, как нам отмениваться той или иной статистикой. Есть проблемы, связанные просто со взаимодействием систем. Мы это достаточно продолжительное время обсуждаем. И, ну, это не очень просто. Аккаунты разные, разные, ну, в общем-то, даже грузы, можно сказать, разные. В разное время работают. И вопрос интеграции хочется решить достаточно просто, чтобы этот шов, чтобы эта точка взаимодействия, ну, скажем так, была одна. Тогда можно будет ее сделать более-менее эффективно работающей. По статистике можно будет обсудить. Вопрос. Ваше мнение, какой должен быть процент оригинальности у ВКР-бакалавра? Вы знаете, никогда не подхожу, вот, так сказать, систематически не отвечаю на этот вопрос, но на вопрос такого рода, в терминах тех или иных процентов. Если мы говорим, смотря что вкладывать в понятие оригинальности, то есть, если вы, как ту величину, которую показывает антиплагиат, то, извините, это только полуфабрикат, должно приниматься решение о допуске работы. Если есть существенные заимствования в тех частях ВКР, ну, скажем так, которые должны быть авторскими, то такая работа не должна допускаться. Если большие заимствования, допустим, в обзорной части или методологической, то я не вижу никаких проблем к тому, чтобы такая работа была допущена. Поэтому вопрос не в проценте, вопрос в том, каков вклад автора. Есть ли этот вклад в достаточной степени в работе? Насколько эффективна система антиплагиат для дисциплины искусствоведческого характера? Боюсь, что, ну, сложно сказать, я не очень хорошо знаком именно с дисциплинами искусствоведческого характера. Я так понимаю, что там работы могут не обязательно включать в себя текстовую составляющую. Если, поправьте меня, если я не прав, работы могут заключаться в том, что создается, не знаю, там, изображение или какой-то предмет, и в этом смысле текстовая часть, наверное, вообще может быть отсутствовать. Поэтому там, где нет текста, система обнаружения текстовых заимствований, ну, очевидно, неприменима. Да, и вот вы абсолютно правы, Михаил Павлович, действительно часто не оценивать, в какой части ВКР заимствование. Знаете, вот при ответе на такого рода вопросы, я всегда цитирую, вот чуть больше года назад было совещание вместе с участием руководства высшей аттестационной комиссии РФ, и вот вопрос такого рода, ну, только применение не к ВКР, Бакалавра к диссертациям, был задан Аристеру, главному ученому секретарю ВАПа. И вот он на него ответил, по-моему, идеально. Ну, вот еще раз могу со ссылкой процитировать. Есть, могут быть, достаточно большие объемы заимствований в тех или иных обзорных частях, или в каких-то приложениях, или в частях на авторство, о которых автор не претендует, но которые должны быть в работе, тем не менее, по ее структуре. В этом случае процент такого рода заимствования может быть достаточно большим. И если здесь этот текст не отмечен как заимствование, то речь скорее идет о некой академической небрежности. А вот если заимствованы, может быть, даже скромные по размеру фрагменты, если они заимствованы в содержательной части, там, где, той части, где автор говорит, вот мои основные результаты, или та, которая по смыслу относится к результативной части, вот здесь заимствование, вот объем этих заимствований может быть очень небольшим для того, чтобы работу можно было считать, ну, скажем так, содержащими корректные заимствования. Антиплагиат не должен автоматически отметать ВКР. Антиплагиат не отметает ВКР автоматически. В любом случае это делают люди. Антиплагиат рассчитывает, строит отчет, находит источники, рассчитывает процент. Честно говоря, у нас внутри идут, ну, уже достаточно давно, большие споры, не убрать ли этот процент вообще. Потому что фактически мы даем, ну, так получается, что люди рассматривают систему обнаружения заимствований, как некий, ну, не знаю, вот, знаете, образ мне всегда очень нравится, из фильма «Кинзадза», да, когда вот такое устройство подносит к человеку, и там идет желтая лампочка или зеленая, подсадка или четланин. А что означает эта лампочка, никто не знает. Вот если там зеленая, то четланин, если оранжевая, желтая, то подсадка. Вот не надо относиться ни к антиплагиатам, ни к каким другим системам, как к системам, которые загораются две лампочки. Тогда у нас можно будет, так сказать, как-то улучшать качество образования. Если мы будем заменять содержательную проверку на заимствование только вот таким вот простым детектированием, сравнением с порогом, ничего хорошего не будет. Наличие ссылок в работе как-то влияет на приговор программы антиплагиат. Еще раз, программа антиплагиат приговора не выносит. В принципе, для этого не предназначена. Программа антиплагиат – это инструмент для того, чтобы найти. Это поисковая система, специализированная, сделанная под специфическую задачу. Не такую, как обычно, не совсем такую, как мы обычно используем поисковики. Поэтому решения принимают люди. Это иногда бывает очень непросто. Бывает быстро можно посмотреть на работу и понять, да хорошо или да плохо. А бывает нужно поразбираться. Ну, с ВКРами обычно это все-таки занимает не больше 10-15 минут. С диссертациями это бывает часы, бывает даже дни. Но, тем не менее, это в любом случае инструмент для человеческого принятия решений. Спасибо. Видимо, вопросы исчерпаны. Еще раз приношу свои извинения за технические накладки. Надеюсь, что, может быть, первый блин получился немножко комковатым, но следующие блины, которые, так сказать, мы, я надеюсь, будем активно выпекать вместе с компанией Директ Медиа, будут лучше. Спасибо.